Небольшому портрету работы Джона Эверетта Милоса, это известный художник-пример Кольнс, который был очень популярен в Советском Союзе. Женщины в белом читали все. Действительно совершенно неожиданный образ человека, человека болезненного, с очень какой-то своеобразной физиогномикой, но человека сосредоточенного внутренне, с необычным для портретируемого жестом. Это совершенно неофициальный портрет, который мои коллеги нашли в фондах Национальной портретной галереи. Он, в отличие от большинства других портретов, довольно редко показывается в постоянной экспозиции. Поэтому он за стеклом, да, здесь еще специально? Мы стеклим маленькие портреты, поскольку из соображений безопасности есть какие-то определенные нормы, что когда мы говорим о маленьких работах, они отлично решаются в какой-то корпус. Очень неожиданный образ Чарльза Диккенса, который, опять же, просто очень активно прекрасно знает, кто может подумать, что он прекрасный романтический молодой человек с роскошным шевелемой. Это Чарльз Диккенса, автор Оливер Твиста, «Больших ожиданий» и многих других книг, прекрасно переводил их в свое время на русском языке. Еще один писатель, который будет страшно популярен в Советском Союзе, в России, в том числе и в России, в 19 веке, это сэр Вольтер Скотт. Вот здесь, я думаю, можно подвижно подойти, чтобы показать детали этого кабинета. Я изображу в своем имении в Эббетсфорде. Сейчас там замечательный дом-музей Вольтера Скотта, и в этом музее какая-то совершенно удивительная атмосфера. Когда туда попадаешь, кажется, что ты действительно сейчас откроешь дверь кабинета, и он будет сидеть там. Действительно, там все сейчас осталось таким же, как это изображено на этом портрете, с вазой, подаренной Байроном, с бюстом Шекспира. В руках Вольтер Скотт держит послание королевы Малии Стюарт. Он изображен со своей любимой собакой. Майя Дайнер. Да, эта собака уже к моменту написания этого портрета не было в живых. Тем не менее, художник, изображая писателя уже в таком серьезном возрасте, все-таки изобразил рядом его любимую собаку. Это уже прижизненный портрет Вольтера Скотта. Интересно, давайте вспомним, что в Эдинбурге, знаменитый пантеон, монумент Вольтера Скотта, там тоже изображена эта собака. Она также сидит у его ног. Ну и если говорить о собаке, то мы сейчас подойдем к портрету Джерома Николки Джерома. Автор знаменитейшей растасканной цитатой книжки «Творь Моткин, не считая собаки» это маленький эскизный портрет, где он изображен тоже со своей собакой. Здесь наши британские коллеги долго задавались вопросами, зачем вам нужен Джерома? Неужели вы знаете Джерома? И были крайне удивлены, узнав, сколько популярен был и, наверное, остается этот писатель в России. Мы даже знаем, как зовут его собаку. Я думаю, что если сейчас спросить, как зовут собаку, которая изображена на этом полотне, ну она же попала потом в строю лодки, не считая собаки. Назовите кто-нибудь имя собаки в экстерьер, имя собаки Джерома Николки Джерома. Это очень известное разошедшееся потом имя. Попробуйте, да. Не назовите, я расскажу в конце. Хорошо. Портрет Китлинга, который просто можно хотя бы... Ну все, да. Да, да. Аудитория, которая собралась за нами, в Монмаранзе. Нет, тут тоже в Монмаранзе. Да, все правильно. Китлинг. Да, это замечательно. Ты думаешь, что это выставает каждое имя, что есть в Монмаранзе, которое будет ему открытием, коронавируемой, неожиданностью. Ты действительно проходишь по этим залам, проходишь по тренингам ритансской истории, истории ритансской категории. Продолжение следует...